Рассказывать историю Ромео и Джульетты с помощью ног и рук начали еще в 18 веке в Италии. Через 30 лет влюбленные из Вероны появились в Дании и в России. Кто писал музыку, кто сочинял хореографию, не интересовало тогда никого. Главное, что на сцене была кровь и любовь. И когда Чайковский написал у вертюру фантазию «Ромео и Джульетта», мысль о балете и в голову никому прийти не могла. Ситуация изменилась только в 20 веке. В 1935 году композитор Прокофьев вместе с режиссером Радловым и драматургом Петровским создал драматическую основу балета и сочинил к нему музыку. В первой версии у истории был счастливый конец. Наперекор Шекспиру, Прокофьевские «Ромео и Джульетта» в итоге оставались жить долго и счастливо. Но руководство Кировского театра потребовало вернуть трагический финал с гробницей, ядом и кинжалом. Музыка поначалу совсем не понравилась танцовщикам. По Ленинграду гулял стишок, который приписывали прима-балерине Галине Улановой. Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. 11 января 1940 года в Ленинграде состоялась премьера. Это был настоящий триумф. На одном из первых представлений ленинградская публика едва не выбила двери в театре. Для наведения порядка пришлось вызывать конную милицию. «Ромео и Джульетта» сделали гениальную Уланову суперзвездой. И в интервью она говорила, «После Джульетты меня перестали интересовать обычные классические балеты». Ленинград был обескровлен репрессиями. И на «Ромео и Джульетту» люди бежали, как в другую реальность, хотя бы на несколько часов. Спектакль был пышный, с роскошными костюмами, богатыми декорациями. Он свободно играл образами эпохи Возрождения. Например, образ Джульетты был стилизован под весну Боттичелли. Москва умирала от зависти. Большой театр задействовал доступные ему партийные рычаги. И вскоре солисты спектакля и его хореограф Леонид Лавровский оказались в столице. И после войны обновленный спектакль вышел уже в Москве. Постановка стала суперхитом. В итоге она прошла более двухсот раз. «Ромео и Джульетту» выбрал Большой театр для своих первых гастролей в Лондоне. Эффект был сногсшибательным. Публика стояла за билетами в очередях, которые и не снились сегодня продавцам айфонов. Западные хореографы бросились сочинять спектакли в подражание. «Ромео и Джульетты» пошли как с конвейера. За право называться основной музыкой боролись уже три партитуры — Прокофьева, Чайковского и Гектора Берлиоза. А в списке постановщиков отметились почти все крупные хореографы во главе с Марисом Бижаром. Несчастные влюбленные оказались способны помирить не только Монтекки и Капулетти, но и страны, разделенные тогда железным занавесом. Теперь в мировом балете есть самые разные «Ромео и Джульетты» — абстрактные, костюмные, одноактные, многоактные, трагические и постмодернистские. И обороты не спадают. В Мариинском театре и сейчас можно увидеть постановку 1940 года. А в Большом театре есть сразу две версии «Ромео и Джульетты». Одна советская, поставленная в 70-е Юрием Григоровичем. А вторая совсем свежая. В 2017 году свой канадский балет перевел в Москву хореограф Алексей Ратманский. Его версия в чем-то перекликается с самым первым советским «Ромео». Но выглядит, конечно, гораздо живее и свежее, как и полагается новорожденному. Редактор субтитров А.Семкин